Акраман Ведзижев проводит всё своё свободное время в маленькой импровизированной мастерской. Мастер резьбы по дереву сейчас изготавливает шкатулку. Свой первый опыт в деревообработке он приобрёл в 2013 году, находясь в Алтайском крае. Познакомился с местным резчиком, обучался у него. Вернувшись в Ингушетию, продолжил своё дело. Вернувшись в Ингушетию, продолжил своё дело. Заниматься резьбой по дереву без специального набора инструментов, мягко говоря, неэффективно. Мастерская Акрамана буквально усыпана ножами и стамесками. Всё упорядочено, каждый инструмент на своём месте. По словам резчика, чем изысканнее узор, тем сложнее работа и тем больше требуется технического оснащения. К слову, недавно он приобрёл станки для деревообработки. Вернувшись в Ингушетию, продолжил своё дело. Вернувшись в Ингушетию, продолжил своё дело. Эти три станка Акраман приобрёл на 100 тысяч рублей благодаря материальной помощи в рамках заключённого социального контракта с Минтрудом. Средства во многом помогли мастеру. Он изготавливает сувениры, выполненные в национальном стиле, ящички для хранения Корана, а это ножны для катаны. Рукоятку к лезвию смастерил он сам. Акраман всему научился сам, преследуя по пятам уже опытных резчиков, которые то и дело отказывались его обучать. И, наверное, поэтому он с особым рвением теперь сам даёт мастер-классы учащимся Республиканского центра творчества детей и юночества. Он преподает резьбу по дереву в рамках дополнительного образования. Адамир Решков, Мухаммад Белакиев, Новости 24.